Весна 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В прошлом году вышел их первый музыкальный диск Воздушная музыка, полет фантазии, гармонично сливающиеся голоса И вот уже волшебной акварелью раскрашен весенний день Я вспомнил первый рассвет в поле Она протоков у меня, котенка И оставляла печаль с болью Но оставалась в душе ребенка Открылась день, и окна на стеж сквозняк гуляет По потолку, что живой Какое счастье с тобой рядом, я хочу В незамысловатых словах простая житейская мудрость Вообще бардовская песня Есть отражение человеческой души Ее порывов и терзаний Как справедливо отметил наш гость Из города Ревды Президент клуба «Барды на бис» Сергей Бушков Это то, что никогда не выйдет из моды Так что случилось за 50 лет с бардовской песней Вообще она, конечно, сегодня находится на качественном другом уровне Совершенно То есть в нее приходят профессионалы С высокой буквы Если раньше достаточно было просто написать стихи Взять гитару, спеть ее А бы как, хотя бы, да? Но при этом народ молел от восторга Потому что, прежде всего, звучало слово, конечно, да? Вот сейчас слово, которое в авторской песне звучит Оно немыслимо без хорошей музыкальной интерпретации То есть действительно сейчас на сцене В бардовской среде Вообще на бардовских концертах Мы выйдем в очень высокопрофессиональный уровень И вот ваш клуб в частности не исключение То есть я, сколько его знаю Я знаю уже много лет То есть мы постоянные ваши гости Вы постоянные наши гости Я вижу, как клуб растет Как приходят новые талантливые люди Молодежь И она поднимается действительно на очень высокий уровень Сейчас авторская песня Тем временем на сцену выходят старшие ребята Ансамбля «Школьные друзья» «Дождь» Так называется песня Анатолия Киреева Челябинского автора ПЕСНЯ Анатолия Киреева ПЕСНЯ Анатолия Киреев Всегда желанны выступления Сергеева Стрецова С годами к себе относишься все критичнее Между тем от этого творчество становится более глубоким Песни содержательнее по смыслу И зритель понимает, насколько глубока это правда Ясен смысл и высок полет Словом, это стоит смотреть и стоит слушать ПЕСНЯ Анатолия Киреев ПЕСНЯ Анатолия Киреев ПЕСНЯ Анатолия Киреев ПЕСНЯ Анатолия Киреев И украдкой в ночи укрывала Почти уже взрослала А потом подписала Скворечки построл had Но м factories И в конверте укреп Станенных в дверь Белокуринки Когда в город приезжают профессиональные артисты, мы очень радуемся, что привезут, какие постановки. Но вот рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» произвела настоящий фурор. С недоверием отнеслись к этой постановке христиане, с каким-то странным чувством подходят все зрители. А стоит ли приходить на эту премьеру? Конечно же стоит. Я должна сказать, что эта постановка – мировая классика рок-оперы. А когда в гостях 27 артистов из Санкт-Петербурга, это дорогого стоит. Давайте заглянем за кулисы и посмотрим, что там происходит. И какая это рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда»! Санкт-Петербургский театр рок-опера – единственный в России, и чья целевая аудитория – молодое поколение. Театр «Друг», театр «Современник» выбирает для показа мировую классику, задача которой – заставить задуматься об общечеловеческих ценностях, воспитать высокий уровень духовности в человеке. Мы очень долго добивались разрешения на постановку. И сам Андрей Лотт-Вебер дал нам свое изволение. Потому что, в общем, это такая русскоязычная версия ведь у нас. И это должно соответствовать было. То есть мы ему даже послали, так сказать, свой вариант. Мы его устроили, все, и он разрешил нам работать. Это, в общем, достойное такое событие. Я была первой исполнительницей партии «Магдалины». Вот, и, в общем, как-то это все. У нас был очень интересный постановщик московский. Геннадий, Геннадий, Геннадий. Господи, вот так вот. Уже фамилия выскочила. Вот он всю сценографию сделал. Талантливый очень человек. Премьера рок-опера «Иисус Христос. Соперзвезда» состоялась в 1990 году. И вот уже два поколения зрителей смотрят постановку. Интерес к мюзиклу не ослабевает, а с годами только растет. О спектакле много спорят. Но в том, что он вызывает в зрителях сильные эмоции, переворачивает сознание и заставляет посмотреть на мир под другим углом, сомневаться не приходится. Молодые люди, посмотрев спектакль, приходят в церковь. По воспоминаниям актеров, один священнослужитель, посмотрев оперу, так обратился к артистам. «Мы не можем заставить молодежь прийти в церковь, но вы можете вернуть им веру». Сюжет охватывает период от въезда Иисуса в Иерусалим до его казни на Голгофе. Образ Христа показан спронзительной любовью. Ему сочувствуешь, ему веришь, ему сопереживаешь. «Бывает церковь, бывает вера, а бывают церковники. И как бы это все назвать? Игрище, понимаете? Это попытка лишить людей правды, что ли, и, так сказать, насадить свой порядок. Вот я так сказала. Я считаю, что это нет, и все. Не зная даже материала, не зная, что мы делаем, но сама тема... Нет. Вот с таким мы уже сталкивались в это время, когда уже я не работала над Долиной. То есть это безобразие, я считаю. Женщины у нас просто плачут, рыдают. Не знаю, как мужчины, насколько это, так сказать, действует на них психологически, но это вот заставляет задуматься о том, кто ты, как ты живешь, что ты делаешь. Вот это очень спектакль серьезный, глубокий в этом смысле, понимаете? Если заглянуть немного вперед, то легко угадать наш финал. Живешь! Наши славы и твов, что угадает руком и кажется готов назваться божеством. Спектакль благословлен церковью, а исполнитель главной роли заслуженный артист России Владимир Денинистов получил благословение на роль. Спектакль поражает силой воздействия. Потрясающая актерская игра, свет, звук, талантливая музыка создают неповторимую картину присутствия и понимания того, что Иисус реальный, живой человек. Опера близка к священному писанию. Многие обороты взяты из Евангелия почти дословно. Не зовите день грядущий, он до завтра не придет. Для чего все вам знать? Потерпите. Станет ясно, что нас ждет в конце пути. Живу славователем, он украшает мятежон, а в темпе не придет, но пустые разговоры. Подумаешь, пророчен, не допорощен, ведь жена? Да, но его зовут царем, а это не пустяк. Уверяю вас, это тот самый день, это тот самый спектакль, это то самое состояние души, когда мы будем едины. Народному коллективу хору «Русская песня» в конце прошлого года исполнилось ровно 30 лет. Его бессменный руководитель Надежда Николаевна Казанцева является настоящим образцом подлинного искусства, таланта. Когда-то она начинала петь в профессиональном коллективе, а сегодня создала свой. И этот коллектив является сегодня настоящим участником многих мероприятий, которые происходят в городе, будь то День Победы, отчетные концерты, значимые городские события, везде хор «Русская песня». На главном концерте этого коллектива мы побывали вместе с Эльмирой Самохиной. Песня «Русская песня» Песня «Русская песня» Их объединила любовь к «Русской песне». В 1983 году по предложению руководства поискового крелитозавода Надежда Казанцева создала хор для работников предприятия. Коллектив сразу заметили не только в городе, но и на областных сценических площадках. Поисковый крелитозавод уже стал частью истории, а хор остался, как и его бессменный руководитель Надежда Казанцева. Ее талант – искать другие таланты, бережно поддерживать их, помогать развивать в себе вокальные способности. Все это позволяет коллективу быть, развиваться и неизменно вызывать интерес зрителей. Хор, конечно, изменился, во-первых, и состав хора изменился к нам. Все-таки пришли люди, ну, немного помоложе, как бы, действительно. Есть сдвиги какие-то, и хорошие, причем в плане хорошего, что людям, наверное, нравится песня, поэтому идут. Надежда Исакова поет в хоре давно. Хотя периодически меняется состав участниц, атмосфера в коллективе остается прежней, доброжелательной и крайне творческой. 31 января исполнился год, как я участвую в этом коллективе. Ну, ни разу, конечно, не пожалела. Хотя, знаете, вот с ездой все сопряжено очень сложно, но оно того стоит. Вот такая атмосфера. Хочу сказать пару слов о руководителе. Это очень обязательный, профессиональный, строгий человек. С таким руководителем очень приятно работать. Елизавета Плотникова – мастерица на все руки. Не только поет, но и помогает в оформлении костюмов. Сама украсила кокошники, сделала украшения. В таких костюмах особая стаят нужна. Нужна и плавная походка, изящные движения. Все это невольно прививается с песней. Мне вообще коллектив нравится. И я даже не знаю, как я с ними буду расставаться. Все равно придется. Уже годы, уже годы. И как бы, я не знаю, может быть, еще соберусь. За 30-летнюю историю хора русской песни мы не раз приходилось выступать на концертной площадке Свердловской области, в Полевском. На праздниках в улице, на гуляниях, на Думной Малаховой горе, на православных праздниках и в фестивале духовной музыки. В репертуаре хора песни разных лет, особенно близки, народные. Конечно же, русские народные песни задорные, веселые. Они мне больше по душе. Нас репертуар очень многообразный. Есть лирические песни, есть патриотические, а также и веселые. Мне все нравится, но в основном веселые. Надежда Казанцева смогла не только создать и сохранить хоры. Несмотря на отсутствие собственной сценической площадки, хор постоянно пополняется новыми именами и голосами. Любовь – это понятная любовь должна быть. Для того, чтобы человек пришел в коллектив, должна быть. Там где-то глубоко любовь эта затаится. А когда они приходят, они выплескивают эту любовь сюда. Они заражают своей любовью, своей энергией, своей пением. Просто выходят на сцену и поют. Выходят на сцену и поют. А уже зритель в зале реагирует на то, что они поют. Все это пропускают через себя. И, в общем-то, у нас все взаимосвязано с залом. Вдоль моя долинушка, рощица зеленая, Рощица зеленая, мелкорас сожженная. По этой долинушке заря занималась, Заря занималась, солнце закаталось. Дважды коллектив подтверждал звание народного. Достаточно посмотреть на благодарность зрителей, чтобы понять, звание это вполне заслуженное. Сложная голосовая партия в сочетании с танцевальными движениями и все это сами, своим чутьем и талантом, ищут нужную интонацию и верное звучание, чтобы покорить с первой ноты и держать внимание зрителей до последней. Примера Самохина Константин Берон, специально для программы «Высокая нота». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова